Буэнос-Айрес, мои хорошие и дорогие! Сегодня будет интереснейшая передача про супер новомодную тему. Хей-хей! Здорово, друзья! В общем, мы сегодня в гостях тут втроем я, Вадим, и мы в гостях у Георгия. Георгий это основатель моднейшей конторы Floralium Plants. В общем, одна из самых толковых и известных в Москве, которая занимается вот такой вот роскошной темой. И я хотел бы задать как нуб пару своих там идиотских вопросов, новичков, и заодно и вас познакомить с этой темой. Вот по поводу освещения, если ты меня спросишь, как морского аквариумиста и как гидропольщика, я тебе скажу, что если у тебя есть возможность поставить лампочку на киловатт, это твой вариант. Тут так же это работает или можно просто выжженную землю встретить? Нет, переборщить со светом, конечно, можно, но вот в данном случае здесь стоит 2 на 150 металлоген. МГшки я вижу, да. И 2 на 54 Т5, и этого сильно не хватает, потому что многие растения не окрашены, они должны быть красными. А, они пигментированы. Я бы сюда раза в три больше поставил, но в бюджет не вписывались, поэтому так. И по-хорошему сюда надо ватт, наверное, 400 светодиодов, и будет красота. Вообще, насколько, ну, наверное, тупой вопрос, но все равно, сколько важно освещение в этой теме? Освещение очень важно, потому что... Ну, то есть это прям вот ключ, если этого нет, то все, идешь в сторону. Да, да, да. Ну, многие растения, ну, допустим, селегенеллы, они сильного освещения не требуют, и наоборот их можно выжечь сильным светом. А неоригелли окрашиваются только под сильным светом, вот, и если его не будет, они будут раздеть зеленые. Ну, да, вопрос по пути, блин, это все, на самом деле, так кайфово и интересно, что мы хотели, значит, пилить ролик минуту на 10, но походу у нас и получается. Вадим, мы сегодня пока ждали, Вадим меня спрашивает, а вот мох, я смотрю, у тебя не очень много мха вообще, ну, мох можно выращивать в такой теме? Типа сфагнума там, да, вот эти сфагнумы отлично растут. А вот ему свет сколько надо? А сфагнуму много надо света. Да, вопреки. Это сфагнум очень светолюбивое растение, вот, то есть, ну, если в люксах, наверное, меньше 5000 люкс он не будет расти. Ну, это хрена, это прям... Да, вот, а желательно там 20-30 тысяч, красивенько еще. Это можно под таким светом, знаешь, томаты вырастить легко. Да, да, запросто. А вот мох из леса на деревьях, который растет? Мох из леса на деревьях плохо во флорариумах живет, во-первых, потому что, ну, из нашего леса. Ну, из температурического, да. Из нашего леса, да, ему нужна зимовка, вот, и периодически нужно полное просушивание, вот, чтобы в таких условиях словно добиться. Вот, поэтому, если есть возможность брать мхи тропические, лучше брать их. Но некоторые виды мхов наших тоже хорошо растут, вот, но это отдельная тема. Ну, поближе покажи, они кайфово, сутки. Вот это не показывая на кремописи, это красиво смотря. И как часто включается? Оно, ну, ты вот, значение, ты знаешь, что тебе, например, 80 влажностей, и ты рассчитал как-то, или как? 8 раз в сутки оно включается, минут по 10 вот такого вот опрыскивания. Соответственно, если насос, то такие длительные опрыскивания не нужны, потому что насос, он гораздо сильнее. По их форзунке он там 20 атмосфер почти дает, поэтому там секунд по 30 достаточно. Слушай, а есть разница вообще, вот, например, размер капли? Я слышал, может быть, это просто стереотип какой-то расхоженный момент, что должен быть пар вообще туманная разорка. Ну, нет, совершенно неожиданно. Или вот так вот оно побрызгивает? А вот на моем опыте лучше всего длительное опрыскивание малым количеством воды. То есть это имитация настоящего затяжного дождя. Вот эти вот капельки, они минут за 15 везде проникают. Вот все проливается. А какой уровень влажности должен быть? Ну, от 60 до 90% в зависимости от того, что мы хотим получить. То есть я иногда здесь устраиваю период покоя для растения, чтобы они цвели. Вот, соответственно, я их подсушиваю, вот, сельгинелла, допустим, может почти погибнуть в этот период. Вот, затоптом орхидеи начинают цвести. Ну, вот и опять же по пути, это вопрос, а плесень там нет? Нет, нет, плесени никакой нету. Почему? А здесь хорошая вентиляция. То есть, во-первых, тут и активная, и пассивная вентиляция. Для пассивной вентиляции там вот отверстие. Ну, давай сейчас про вентиляцию тогда нам отдельно расскажи. А вот смотри, посмотри, покажи вот тут. Есть прям этот кулер. Это кулер, который воздух сюда забрасывает. Ага, приточка. Да, приточка. А еще есть вытяжная вентиляция. Здесь стоит канальный вентилятор. И система вентиляции вмурована в заднюю стенку. То есть она там находится за корягами. И в нескольких местах здесь есть отверстие, в которое воздух засасывает почти по всей поверхности стены. И, короче, не зарастает отсюда. Ну, в общем, этот самый, да? Вот. Ну, вот, в общем-то, сердце нашего суперфлорария. В общем, тут все просто. Там сзади стоит внешний фильтр, обычно 22-17. Потому что вот здесь вот есть водоемчик и водопад. Вот, чтобы все это дело фильтрует. Потом... Покажите нам поближе. Это насос с таймером. Это емкость для воды. Но они используются как резервная система. Потому что сейчас все подключено напрямую от осмоса через электромагнитный клапан. А он управляется тупо таймером? Он управляется тупо таймером. Если вдруг с осмосом какие-то проблемы, мы наливаем воду в бак и включаем все через насос. Вот, ну, просто... А вот этот насос, он с контроллером уже сам. Он насос с контроллером. Типа, если я новичок какой-то, я могу вот эту штучку купить. Да, да, да. Там и стоит интервальный таймер. Вот. Просто настраиваешь длительность опрыскивания и частоту. Все. Вот очень важно, я прям, если опять это не секрет фирмы у тебя, то есть можно сделать прямо от осмоса, не заморачиваясь дополнительными какими-то насосами себе увлажнение. Да, прямо от осмоса. Используя мощность вот этого... Вполне прохватает. Здесь я давление мерил около двух атмосфер. Вот, это хватает, чтобы продавить фарсунки. Их можно, кстати, сейчас включить, посмотреть. Да, давай, включим, конечно. У меня вопрос еще, как это оформляется? Тут есть хардскейп какой-то, или как это у вас называется там? Да, хардскейп есть. Основа флорариумов составляет эта задняя стенка. Он очень объемный. Да, да, да. Вот прям в глубину вот там флорариумов с метра 90. Обычно, ну, находится резонтально. Здесь он вертикальный, потому что нам нужно занять пространство задней стенки. А конкретно здесь делалось это все на основе монтажной пены. Вот, то есть сначала крепились коряги к задней стенке. Вот, между ними пространство запенивалось. Потом, когда застыло, все обрезалось. Пена покрывалась силиконом с торфом. А она никак, эта пена, там не реагирует, ну, она не разрушается там? Нет, она же покрыта сверху торфом силиконом, поэтому она абсолютно, во-первых, инертная, вот, и не разрушается по 10 метров фиолетов. И вот этот объем весь, это за счет... Это пена и коряги? Да. Коряги мангровые. Вот, гниют они очень долго. Вот, ну и, соответственно, потом на заднюю стенку посаживались лепифитные растения, вот, и... А многие растения, вот, вьющиеся, лазящие, они уже сами туда залезли. Вот еще вопрос. А вот сейчас, на мой взгляд, ну, нубские, обывательские, это выглядит просто превосходно, просто на 10 из 10. Я в этом, как бы, особо ничего не понимаю, мне безумно нравится. Когда наступает вот такая картинка? Год, да, проходит? Примерно год, чтобы стало красиво. Ну, это то же самое, типа, там, любую опару, возьми травник берешь, там, красиво через год, там, море. Первые два месяца полный трэш-угар, вот, тут все колбасится, да, вылезают всякие плесени, естественно. Ну, пока не наладится, да? Да, потом микрофлора уже образуется. Вот про микрофлору вы используете какие-то культуры там? Да, мы используем, но тут не бактерии, бактерии, они сами, естественно. А грибы, микориза? Нет, используем мы насекомых и членистоногих, то есть это колембола, это очень мелкие насекомые, вот, почвенные, вот, они почвенную микрофлору образуют. И макрицы, вот, у нас есть несколько видов макриц, вот, это сейчас очень, кстати, очень модная тема. Ну, она биологически естественная получается, да? Да, 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 вот, во-первых, они, есть очень красивые виды, там, ярко-оранжевые какие-нибудь. Ну, а типа, знаешь, вылезает такая мандула тебе туда, ну, не знаю. Вот, во-вторых, они полезные, да, они живут во всех краях, так как, вот, едают там лишнее. Они расползаются, они по квартире? Да нет, в общем, нормально, им смысл нет вылезать, потому что им там хорошо. И вот еще вопрос, это, наверное, касается обслуживания уже, как, ну, с обслуживанием, и самое главное, что я хотел для себя, вот, знаете, удобрения. Какие используются? Можно пойти в магазин, там, купить флакон и дома его из пульвика, или это не так все работает? В принципе, работает так, вот, но удобрения надо подбирать, здесь я использую через раз органические, вот, и минеральные удобрения чередуют. Вот, подбирать надо концентрацию, потому что многие эпифитные растения не выносят высокий концентратор, да. Неоригели, например, если их перекормить азотом, они зеленеют, они вообще сдохнуть могут, вот. Вот, орхидеи тоже, в общем-то, азот не очень любят, так что... А вот это тилансия, да? Это тилансия, я блеснул. Тилансия, она блеснул. Сажали сюда одну, это вот она в течение... С 2014 года, круто. А вот еще, возвращаясь к вопросу обслуживания, насколько это хлопотно. Например, очень частая ситуация, поскольку это моя работа тоже, я занимаюсь не только изготовлением, как вы знаете, аквариф, но еще и обслуживанием системы. Вот, и, например, ну очень частая практика, когда человек там заказывает обслуживание себе этой темы, это надо нанимать... Вот если ты меня спрашиваешь про море, и ты новичок, я тебе честно скажу, что тебе надо донять специалиста, пока ты не освоишься, во всяком случае. Что с этим? Можно вот просто, если, например, я увлекаюсь там, или это все-таки нужен чувак, который будет тебе приходить и обслуживать? То есть, в чем заключается обслуживание, кроме удобрений, вот я о чем? А если все технически грамотно настроено, то, в общем-то, удобрения и стрижка, ничего. Вот, если нет, то, естественно, нужно с водой вот как-то разбираться, то есть не всегда есть возможность магистраль осмоса провести, вот, соответственно, нужен бак какой-то накопительный, где это будет стоять. И потом дренажная емкость нужна, когда будет сливаться излишки, вот, чтобы не через края, чтобы полилось, если что, вот, в специальную емкость. Вот, потом, ну, опять-таки, следить за растениями, за удобрениями, внимание. Ну и банально стенку протирать эту, которая... Да, да. У меня, я же уже писал видос недавно, вот я, кстати, для ребят делал, почему я и решил с ними записать видос. Полюдарю, я ссылку оставлю в описании, как он выглядит, да, что я делал, меня. Один из подписчиков спросил, типа, конденсат будет капать по стеклу, попадать в П-образный профиль, и там будет лужа, и вообще там, ну, типа, и... И поставил меня в тупик. Нет, смотрите, конденсата, если нормально сделана вентиляция, конденсата никакого не будет, вот. В П-образный профиль вода попасть может, только если мы форсунки на стекло переднее направим, и конкретно по стеклу будет литься, тогда да. Вот, если нормально сделана вентиляция, ничего не потеет, вот, не должно такого быть, поэтому... Круто, я еще знаю, ну, поскольку я тебе делал, нахрен, эту тему, я знаю, что есть с... Аква... Покажи, тут есть водоем. Есть с аквариумами. Водоемчик есть, но он небольшой, вот. Вот, зарос, сейчас, правда, пропалывать уже надо, он филадендрит разросся. Это вот на него работает этот хейм, фильтр, да? Вот такой вот глубины он, вот. И водоем, он находится под всем, под всей поверхностью почвы. А, и типа в него, это как дренаж есть. Да, и за счет контрольной трубочки, вот, поддерживается... Она пересекает? Да, поддерживается определенный уровень. Ну, трубочки где-то там вот заныкана, и она не видно. Вот, и, соответственно, если сюда заливается больше воды, чем надо, а лишнее сливается в эту канистру. Ладно, в общем, на сегодня, наверное, уже избыток информации лично для меня. Я очень рад, что я погружаюсь в эту тему. Мне это нравится, интересно. Надеюсь, вам будет интересно тоже. Слушай, все-таки, ну, я думаю, что мы еще подснимем всяких разных интересных объектов с тобой вместе. Вот, потому что, я говорю, мы клеим уже, по-моему, третий, сделали этот самый флорариум. Они разные все, я хотел бы их поднять, вам показать. Если у вас, ребята, есть вопросы некомпетентные, типа, как дела и вообще, че, как, это ко мне. Вот, если есть вопросы по теме, пишите тут же на ютубе в комментах. Я оставлю ссылку на ребят на флорариум планса. Да, у них есть вконтач прекрасный с фотками. Есть сайты вообще, они очень коммуникабельные, общительные. То есть, есть какие-то вопросы по содержанию, там, купить макриц, там, вот эти все вещи. Я думаю, что можно у них это замутить. Вот, ладно, спасибо, что посмотрели. Значит, подписывайтесь на флорариум планс, подписывайтесь на наш модный каналчик. Увидимся в новых видосах. Пока. Пока. Ну, ладно, этот у нас... Как это, блядь, называется? Давай без матриц, сделай там пи-пи. Я сделаю, да. Это нас уже ругают за это. Это не флэшбэки, как это? Country size, как это называется? Что это? Outdoor. Ну, вот это, когда показывают после съемок, что было. А, backstage. Backstage, ребята. Для вот, для самых живчиков, кто остался, значит, backstage. Скажи, как тебе вот эта тема все нравится? Ух ты блядь. Я уже давно, и уже год, год кей болеет. Все никак себе построить не могу. Мне тоже нравится. Ну, построим. Я не ожидал, не ожидал серьезно, что это будет так красиво. Ты же тоже себе хотел квартиру делать? Да. Комнату прям, да. Ну, видишь, я мечтал, когда был маленьким, короче, что я буду спать столько, сколько захочу. А теперь мечтаю о такой вот херне. И вот флорайя мечта сбылась, поэтому ты не успеваешь себе сделать такой флорайю. Вот и странички, пора. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok